И всем привет, ребят, с вами с проектом я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня мы вместе с вами обсудим очень важную тему, которую я хотел обсудить уже довольно-таки давно, но как-то до всего этого дела не доходили руки, но на сегодняшний день эта проблема стала более востребованной, и, наверное, пришло время подискутировать насчет нее, обсудить все, что я думаю по этому поводу. Также вы в описании выскажите свои мысли, связанные с этой ситуацией в нашей игре, ну и возможно, каким-то магическим образом этот видеоролик посмотрят более вышестоящие люди и как-то повлияют на эту ситуацию, которая на сегодняшний день сложилась в нашем замечательном матчмейкинге. Давайте даже я на задний фон запикаюсь в какую-нибудь катку, возьмем, давайте, какой-нибудь одно из дефолтно-тдмных вооружений, да, ну давайте я даже возьму свой дефолтный, любимый, Ареса Громчик, да, с кризисом, и пойдем мы вместе с вами в бой. По названию данного видеоролика, я думаю, что вы уже поняли, о чем пойдет речь. Сегодня пойдет речь о том, что наш матчмейкинг превратился в тдм, в дефолтный тдм, да, то есть в любом режиме у нас, ну, грубо говоря, ситуация не меняется. Практически у большинства игроков нет приоритета на доставку мячей, доставку флага, захват точек и выигрыши в этом режиме. Для чего выигрывать? Для чего потеть? Для чего захватывать точки, увозить флаги? Выигрывать бой, если можно играть в обычную, дефолтную тдм, да, то есть, например, стоять на большом расстоянии, с каким-нибудь дальнобойным вооружением, и просто кидать урон, просто кидать урон. Зачем возить, зачем стараться, да, играть на победу, и все это дело как-то менять, да. На сегодняшний день в нашей игре мета сложилась таким образом, то, что, ну, нет никакого смысла в этом всем деле, да. Любой тдм-плеер, любой плеер, который играет на очки, на киллы, заработает намного больше, чем заработаете вы с доставок флага, да, из попыток выиграть бой, выиграть режим, а не играть на киллы, да. И здесь я скажу, что есть много проблем, да. Во-первых, за флаги, за доставки, да, за захват точек, за все это дают крайне-крайне мало опыта. Крайне мало очков даже, не то, что опыта. Крайне мало очков получают игроки за все это дело, ну, и вот, видите, например, я скинул флаг молодому человеку, что, смотри, что он делает. Это ужас. Я скинул игроку флаг, чтобы он его доставил. Он просто взял, поехал с этим флагом противнику на базу, да. И, вне зависимости от того, выигрываете вы бой в матчмейкинге или проигрываете, чаще всего коэффициент в нашем бою делится либо 60 на 40, 60 в сторону победившей команды, 40 в сторону проигравшей команды. Но очень многое зависит от набора очков, да, от того, сколько очков вы набрали и сколько вы киллов сделали, да. И за счет всего этого актуальность в доставках, актуальность в выигрыше становится значительно меньше, да. Если раньше в нашей игре, в году так, в 14-м, в 13-м, не знаю, не помню, в 15-м какая была мета, в этом плане не буду уже говорить, но она просто в один момент поменялась, был сделан акцент на том, что та команда, которая выигрывает, вне зависимости от набора очков, забирает намного, намного больше по соотношению кристального выигрыша, да. То есть, если сейчас у нас распределение идет 60 на 40, либо вообще 55 на 45, а иногда бывает 52 на 48, если суперблизкий счет по, например, тем же точкам или флагам, да, то раньше распределение к выигрышной команде было где-то, ну, процентов 80 на 20, иногда могло быть 90 на 10, вне зависимости от того, насколько большое количество игроки набрали очков. Да, там меняются соотношения, меняются коэффициенты, но в общем и целом там ситуация особо сильно не роляет, да. Сейчас же все построено таким образом, что любой игрок с накидкой урона, да, и с абсолютным неинтересом выигрыша боя, например, в захвате флага, либо регби, заработает значительно больше, чем та команда и игроки, которые будут потеть и пытаться доставлять. Ты можешь проиграть бой и при этом получить значительно больше, чем та команда, которая будет пытаться доставлять флаги и будет терять свое УП, будет зарабатывать безумно маленькое количество очков за счет уничтожения противника и будет играть исключительно на флаге и за каждую доставку будет получать по 70 очков. Жалких 70 очков это, грубо говоря, 3-4 кила, да, с как раз-таки моей пушки, которые можно просто вот так вот заехать, например, на респ, к противнику, сделать килл раз, сделать там килл два, три, надамажить еще кого-то и получить значительно больше очков за это. Я уже не говорю про прожатие овердрайвов в большое количество противников, например, на том же аресе, да. И здесь как раз-таки проблема не моего вооружения, да, и не даже той же меты, да. Окей, хорошо, у нас мета есть средней дальних пушек, то что можно на таких вооружениях кемпить и много набирать очков, но почему за такие ценные вещи в нашей игре, как доставка флага, захват точки и все эти моменты, да, доставка мяча дают настолько мизерное количество очков, да. В моем понимании уже давным-давно за доставку флага и мяча и захват точки должны давать по 100-200 очков, да, чтобы у игроков был интерес в выигрыше режима, а не в стоянии на респе и понимании того, что я могу просто постоять, покидать урон и спокойнейшим образом выиграть катку, да. Ну, вернее, даже не то, что выиграть катку, а просто взять и накилять себе настолько большое количество киллов, заработать за счет этого настолько большое количество очков, что мне даже не будет никакого абсолютно интереса в этих доставках, да, потому что я за доставку получаю 70, а если не доставляю, там получаю 30 за саппорт, но на это все дело могу потратить минуту, две, три, да, за это время можно сделать киллов там 10-15 на хорошей пушке и заработать значительно больше, да, и так мыслит уже на сегодняшний день очень большое количество игроков, и поэтому наш матчмейкинг практически в любом режиме уже превращен в TDM. Единственный режим, в котором, наверное, еще такой прям глобальной TDM-ки нету, это режим как раз-таки захвата точек, потому что чаще всего точки ты захватываешь и дополнительно делаешь киллы, да. В других же режимах я, например, уже на протяжении долгого периода времени встречаю игроков, которые вообще абсолютно не заинтересованы ни в доставках мячей, ни в доставках флагов, да, и у них, ну, нет никакого в этом интереса. А зачем им это делать, если они могут спокойно встать АФК, встать на позицию, взять там условно какой-нибудь шафта и даже не думать о том, что им надо подсаппортить тиммейта, чтобы доставить флаг, они просто будут стоять, стрелять вражеский респ и просто делать себе очки. Просто делать очки. Да, я уже не говорю о том, что есть у нас в игре дроны, которые дают очки за саппорты, можно вообще ничего абсолютно не делать, а просто стоять АФК и зарабатывать больше, чем игроки, которые будут потеть и пытаться выиграть бой. Да, я уже даже не говорю об этом, да, говорю просто о TDM-ных вещах, о том, что игроки играют в TDM. Хорошо, что еще в нашей игре хоть немного поменялась мета под ближнебойные пушки, да, потому что если бы наша мета не поменялась под них, то еще месяца 2-3 назад игроки вообще даже не брали продувы и особо не играли на них. А когда у нас в матчмейкинге не заинтересованы игроки в использовании ближнебойных пушек, то у них уже по дефолту отпадает намного больше желания ехать и, например, играть именно на режим, да, ну, за исключением, как я уже сказал, режима точек, потому что ты хочешь-не хочешь, но все равно через эти точки практически на любой карте будешь проезжать, потому что либо их очень много, либо ты просто в тех позициях, где будешь накидывать урон по противнику, будешь захватывать еще дополнительно, либо контролировать какую-то точку. Да, ну а так, в целом, проблема максимально глобальна, да, и в том числе и я уже на сегодняшний день не вижу особо большого смысла в том, чтобы потеть с крипами, которые просто стоят АФК на своем респе. Я могу так же само взять и постоять, покидать урон, да, то есть заработать за счет этого намного больше, либо же просто даже специально не торопиться, не заканчивать супербыстро бой, чтобы заработать как можно больше очков, уничтожая не самого сильного противника на респе, который будет просто стоять, а я буду стоять и килять, и зарабатывать за счет этого большое количество кристаллов. И даже если я проиграю бой, я все равно получу больше, чем те игроки, которые выиграют его, но заработают в 2-3 раза меньше очков, да. И даже если бы сейчас в этом бою был бы счет, например, 6-0 в пользу противника, у меня было 700 очков, а у противников было 300, и они бы выигрывали, этот игрок бы с этими 300 очками получил бы, ну, где-то в полтора, может быть, даже в 2 раза меньше, чем я. Просто из-за того, что я набрал больше очков, вне зависимости от того, выиграл я этот бой или нет. И вся эта ситуация приводит к тому, что хочешь не хочешь, но матчмейкинг меняется и меняется не в ту сторону, в которую он должен быть направлен. Ведь в нашей игре, в моем понимании, первый приоритет должен быть всегда победе. Победе. Игроки должны играть на победу, а не играть на то, чтобы просто стоять и уничтожать противника. Если в этом есть акцент, но тогда для этого существует один режим, который называется TDM, а не какие-то другие режимы. И тогда эти игроки должны просто играть в TDM, потому что там можно зарабатывать очки на киллах, а не играть в другие режимы, где можно просто рейспить больше противников и не быть заинтересованным в доставках флагов, мячей и прочих вещах. Поэтому я очень сильно надеюсь, что я лично буду услышан. И то, что уже в ближайшее время за доставку флагов, мячей, захват точек пересмотрят распределение очков и вот эти вот жалкие 70 очков не будут, а будет, ну как минимум, какие-нибудь 200, если не больше. Если я за один гром могу сделать один килл и за одну минуту сделать, ну в среднем там 5-7 киллов, да, это значит, что за эту же самую минуту, за доставку одного флага я должен получать минимум столько же, сколько я могу сделать за счет этих киллов, чтобы у меня и у игроков в матчмейкинге был приоритет в доставке флагов, в доставке мячей, потому что они должны понимать, что за это можно заработать значительно больше и чтобы каждая победа роляла намного сильнее на ваш коэффициент. Если распределение будет работать на протяжении длительного периода таким образом, просто если уже сейчас у нас имеется столько большое количество игроков, которые играют в TDM вне зависимости от режима, то через время этих игроков будет становиться все больше и больше, которые не будут абсолютно заинтересованы в доставках этих флагов, мячей и прочих вещах. Пишите, что вы думаете по этому поводу, очень сильно хотелось бы услышать ваше мнение. Если вы согласны с моей точки зрения, то обязательно поддержите данный видос лайком, продвиньте этот видос, возможно, предложите посмотреть этот видос, продвинуть также своим знакомым, потому что я на сегодняшний день считаю, что это супер глобальная тема, которая, ну, волнует большое количество игроков, которые привыкли играть на победу и играть в тот режим, в который они заходят, а не играть в обычный дефолтный TDM. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов, на 300 тысяч танкоинов по моему личному тегу. В настройках игры его можно установить. Заходите в аккаунт снизу, мой личный так, это так, ТМП. Устанавливайте его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше. Вся информация по розыгрышу и форма, которую нужно заполнить в описании. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.